Всем привет! Вы наверняка подумаете, что сейчас мы поехали, как обычно, в какое-то село и будем делать обзор на очередной ретро-мотоцикл. Как бы не так. Да, обзор будет, ретро-мотоцикл будет, но мы находимся в Италии. Такого еще не было. Пожалуйста, посмотрим. Как нам удалось установить мотоцикл, который носит название Санта-Мария? Как сказал хозяин, он 32-го года выпуска. Ну, что-то я, честно, немного в этом сомневаюсь. Ты просто не можешь поверить в это. Да. С информацией, которую нам удалось достать, эти мотоциклы выпускались с 51-го по 63-й год. Шли они с двигателем мотоцикла Сакс и Цундап. Выпускались на северо-западе Италии. Генуя. Генуя, как правильно ударили. Гена, да. Поставлялись они в Португалию, Нидерланды и Южную Африку. Но еще некоторые говорят, что следы этих мотоциклов находили то ли в Афалавиде, то ли в Калифорнии, в общем, в Америке. Так, что касательно этого мотоцикла. Ну, как видите, конечно, он без мотора. Начало было подумать, что это велосипед. Но видел, здесь крепление есть все-таки. Давайте немного его рассмотрим. Что здесь сохранилось, что не сохранилось, в каком состоянии. Да, вот выпуска, конечно, нам не выдается найти. Не знаю, где его здесь рыть. Хотя, хозяин мотоцикла говорил, что они 10 лет назад хотели у него его купить, и они где-то находили. Да, где-то вот в этой части. Вот чисто теоретически это мог, например, быть 52-й, а они плохо рассмотрели. Я думаю, что, скорее всего, так и было. Это был 52-й. Так, вот у нас шильдит, кабличка с орлом. Да, надо видеть. Написано вот, что мне дается увидеть, это велосипеды марка Санта-Мария по центру написано. А внизу, вот, внизу, внизу, Новая Лигурия. А, это место, где выпускалась, точно, точно. Новая Лигурия. Новая Лигурия, да. Ну, шильди в хорошем состоянии, хорошо сохранился. С орлом. Вот выше сними, пожалуйста, каталожный номер. Или порядковый номер, наверное, будет правильно сказать. Да, порядковый номер. Шильди хорошо сняла. Хорошо видно? Номер? Ну, не помню. Не, сам шильдик вот тут. Ну, да. Даже сохранилась краска, да, вот эти тут зеленые листики. Орел желтый. Желтый, да. Я думаю, это оригинал. Ты как думаешь? Ну да, конечно. Цветное раскрытие угол красный, да? Вот это вот зекло. Так, что у нас вилка. Обратите внимание. Вот мне вот тут идет аналогия с ИЖ-49 немного. Такой же формы ухо, крепление. Только здесь чуть-чуть ниже, ниже верхней траверсы, чем у ИЖ-49. Так, вот это вот непонятно. Что-то или это лотница. Не могу я понять. Да нет, вот здесь нечего смазать. Не знаю, или просто что-то приваривать. Не знаю. Может, к нам что-то делать. Фарка такая маленькая. Вообще, мне вот с виду похож на нашу Риву. Вот первых выпусков. Вот реально. Ну, хотя, с чего делались, копировались на нашем мотоцикле? Конечно. Со всех. Итальянских, немецких. Немецких больше. Наверное, итальянских. Сними, пожалуйста, фары вот внутри. Не знаю, я такой вообще ни идеи не встречал. Тут уже какая-то вот катушка. Здесь прям в фаре встроена. Не знаю. Жалко, оптики нет. Оптика с ободком не сохранилась. Нету. Интересно было посмотреть бы. Ну, вот внутренность чуть-чуть еще осталась. Сняла, да, тогда? Да. Да. Так, руль. Руль был в хроме. Однозначно. Chrome Skolls. Вот переключатель. Что здесь у нас написано? Мод. Мод. Геф. Мод. Не знаю. Это оригинальная вещь, это мотоцикл или нет. Модель и номер, да, какой-то? Да. Может кто-то знает, пишите, пожалуйста. Ручки, резиновые ручки. Одна сохранилась. Тоже не знаю оригинал, не оригинал. Думаю оригинал. Это не сохранилось. И газовые ручки тоже не сохранилось. Вторая привод на карбюратор. Вот какой-то кронштейн остался резиновый. У меня подозрение, что это был просто сигнал такой был. Дудукалка. От нажатий. Так, бак. Бак, к сожалению, без крышки. Вот. Но в отличном состоянии вообще ни одной мятины. Ни единой мятины нету. Ни единой. Такая форма интересная. Не капля. Так, вот краник. Потому что краник крутится. Уважаемые дамы и господа. Краник даже крутится. Можете себе представить. Спустя или 90 или 70 лет. Так, жалко, конечно, нету мотора. Мы не можем посмотреть на его какие-то особенности. Ну, в общем, есть что есть. Ладно. Так, идем дальше. Уйдем дальше. Бардачок меня, конечно, тоже подкупил. Такой интересный. Интересная вещь. Тут, я так понял, было смазано маслом. Или это просто вода. Не, вроде маслом. Тоже, как у нас в Иш-49 и М-72. Закручивается на закруточке. Так, амортизаторы. Амортизаторы. Кстати, да, уже в те времена был гидравиллический амортизатор. Не свечная подвеска, как у Иш-49 и у М-72. А уже как у К-750 идет. Или как Москва поздних. М-103, М-104. Уже идет гидравлика. Вы знаете, все-таки склоняюсь к мнению, что это 52-й год. Более реалистично. Потому как, ну, в 32-м году… Нереально, да. Да. Таким еще, мне кажется, конструкциям, новшествам еще и не достигли, не приходили. Что написано? Да, надпись еще «Зенит». Зенит. Ну, точно. Зенит. Надо быть по-челачью. Так. Вот смотрим. Вилка крепится. Он тоже аналогия, как в 49-м. Тоже товотница стоит. Шприцуется все, чтобы смазывалось. Прикольно. Так. Заднее колесо. Заднее колесо. Да, тоже как в Риге. Идет привод от мотора. Вот цепь. Но если, получается, не хватает или мощности, где-то под горку, или может закончился бензин. Просто, как на велосипеде, усилием человеческих ног. Как все делается. Да, звездочки здесь нету. Да, сюда, точнее, не звездочки нету, а нету цепи. Вот, видимо, здесь был мотор, да, стоял. Здесь была звезда ведущая. Была звезда. Была цепь. На эту звездочку надевалась. И таким образом приводилось движение. Так. Спицы у нас обычные. Железные головки. Дюраль. Дюраль. Характерно для того периода. Резина. Резина у меня тоже аналогия. Ассоциация сразу с ИШ-49. Такая стояла там. Рисунок очень похож. И ранние. Минские. Это М1А. Москва. КА-125. Такого плана. В общем, все скопировали. Даже рисунок протектора. Своего не могли сделать. Давай найдем какую-то надпись. А вот я уже нашел. Написано. Фабрикато или Италия. Да. Я тоже такое видела. Ты видишь? Сейчас наведу фокус. Я то вижу. Покажи нашим зрителям. Я думаю им будет интересно. А ну-ка. Покажи палец. Вот. Ага. Может ближе? Угу. Да. Италия. Да. Фабрикато или Италия. Да. Так. И размер. Сейчас мы тоже найдем. Два на двадцать. А фирма называется Суперго. Или Саперго. Саперго. Интересно. Вот. Ага. Ага. Да. Два на двадцать. А у нас в К-55 идет два с половиной, да? На девятнадцать, по-моему. Да. Эти чуть-чуть в диаметре больше. Но уже. Наверное. Да. Так. 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 Смотрим, что у нас здесь было еще. Какой-то непонятный кронштейн. Ну я все-таки думаю был заводской. Наверное багажник здесь крепился. Угу. Ну мало ли. Не знаю что еще. Надо будет посмотреть. Так. Перейдем сюда. У фары. Так. Вот задний фонарь. Да. Задний фонарь. И вот тут виднеется гордо надпись. Санта Мария Цундап. Та-дам. Та-дам. Санта Мария Цундап. Мне кажется его взять полироль. Его наполировать. Он будет блестеть. Представьте. Спустя минимум 70 лет. А то и 90. А то и 90. Он будет блестеть. Ну внутри ничего уже нету. Все уже повырывалось. Но тем не менее. Спасибо за это. Каркас остался. Да. Интересно. За саму надпись. Спасибо. Так. Сиденье. Сиденье. Ну обычное велосипедное сиденье. Пружина здесь. Пружина здесь. Ничего особенного. Так. Вот колесо у нас как-то. Привод. Звезда. Тут все на заклепках стоит жестко. Опорный барабан. Все есть. Интересно. Как осуществлялся здесь тормоз. Ну. Вот есть какое-то крепление. Наверное как-то здесь было задумано. Уже это мы не узнаем. Нам будет искать в интернете. Так. А в интернете у них не так и много. По-моему. Да. Да очень мало информации. Очень мало. Реально. Может такая была модель не популярная. Не знаю. Сними пожалуйста эту звездочку. Угу. Тоже такая интересная мини звездочка. Меня она знаешь что напомнило? Что? Как у этих американских шерифов знаешь. Ага. Да. Да. Сзади такие звезды были. Да. Это мне напомнило. Какая ее функция я думаю. Это через нее привод спидометра осуществлялся. Мне так почему-то кажется. Я не знаю. Не уверена сто процентов. Но мне так кажется. Может кто-то знает. Подскажите. Интуиция подсказывает. Да. Ну вот тоже. Эмблема, логотип. Как назвать правильно? Санта-Мария. Как и на Абаке. Да. Как и на Абаке тоже. Такая рама массивная. Трубчатая. Реально массивная рама. Мне кажется она ее можно нормально перевести. Так. Переднее колесо. Да. Уже конечно стоит. Наверное не один десяток лет. После открытым небом. Тоже обод уже сгнил. Опорный барабан. Хотя опорный барабан еще проворачивается. И само колесо укрутится. Аааа. Так что это? Аааа. Что еще скажешь? Он еще поехать может. Да да. Сейчас буквально полчаса позанимаемся. Заведем. И по Калабрии. По Ватикану. Вот. Тяга тормоза. Ну в принципе ничего особенного здесь. Во всех мотоциклах подобных. Вот кронштейн крепления. Сюда идет трос. И вот тяга. Тяга уже заржавела. Да. Уже не проворачивается. Посмотрим здесь тоже. Шина такого же. Такой же фирмы или нет? Удастся нам узнать или нет. Наверное одинаковые. 2 на 20. Да. Да. Такая же. Такая же. И рисунок такой же. Такая же. А вот видим на баке резьба. То есть крышка бака закручилась на резьбу. Видим такое. Да. Мотоцикл конечно не в самом хорошем состоянии. А с охраной имеется ввиду. Но под реставрацию думаю еще годится. Бак целый. Если бы занялся. Крылья нормальные. Сквозной коррозии нету. Ну там за исключением мертвых деталей. Я думаю это все таки. Все поправимо. Конечно жаль что нету мотора. Ну. Не думаю это реально все найти. Так. Ну на этом обзор. Закончим мы. Мотоцикл этого. И пойдем пройдемся. Посмотрим на остальную ретро технику. Здесь ее. Вот собственно значит перед нами эти два красавца. Ретро. Вот. Видим надпись Корнелли. Видите? Корнелли. А вот это вот. Отсвечивает солнце. Плохо видно. Поверьте мне на слово. Там написано Ботеки. Вот хорошо видно здесь. Точно. Точно. Вот. Хотелось рассказать немножко истории. Расскажем. Корнелли Ботеки. Рассказывай. Дело было. В 1909 году. Теодор Корнелли собственно. Он был ремесленником. Итальянец. Ремесленник. Занимался производством. Ремонтом велосипедов. Поддерживал местную ассоциацию велосипедистов. В то время. И. Кстати. Потом похоже стал. Возглавил ее. Стал президентом. Далее. 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 В общем. Замечает он. Легендарного. Итальянского. Гонщика. Оттавио Ботеки. Конечно же. Оттавио Ботеки. Был. Был. Известным. Итальянским. Велогонщиком. Который. В 1924 году. выиграл тур де Франц, он вошел в историю как первый итальянец, выигравший тур де Франц. И, кстати говоря, на следующий год он повторил собственный успех. Там, когда была Первая мировая война, его и его брата Джованни призвали на фронт, и там они попали в подразделение велосипедистов-разведчиков, и, собственно, там уже Тавио, видимо, начал увлекаться велоспортом и выигрывал там уже и гонки. В 1926 году Корнелли предлагает Ботеке заняться производством велосипедов под его именем, на что тот, конечно же, соглашается. И со временем вот так вот Корнелли становится Ботеке. Но, к сожалению, в 1927 году от Авио Ботеке умер, погиб. Что случилось до сих пор неизвестно, есть разные версии на этот счет. Но погиб он во время тренировки при довольно-таки загадочных обстоятельствах. Одна версия его сбила машина, вторая версия от солнечного удара, он потерял сознание, умер. Ну, в принципе, вряд ли, говорят, что, скорее всего, эта версия отпадает, потому как это было рано утром, и какое там солнце рано утром, ну да ладно. Но еще интересная версия есть, что его убили по заказу самого грезного отца, потому как он не хотел участвовать под заказ в гонках. Ну, пусть это останется тайной для нас. Вот так. Рассмотрим поближе наших двух красавцев. Так, теперь ты передаешь слово мне, да? Да. Я передаю слово тебе, расскажи. Уже это по твоей части, технической части. Да. Давайте немного поближе рассмотрим это чудо. Ратро-техника. Как видим, это велосипед-дуэт для двоих водителей. Стоит, по-видимому, здесь уже длительное время довольно. Потому как уже и обод сгнил. Колеса. Ну и так уже весь пахнутый ржой конкретно. Так, ну пройдемся, начнем с руля. Не пойму я вот, бросается в глаза вот этот, что он блестит. Не пойму, это или хром, или так, нержавейка сделана. Мне похоже больше на нержавейку. Мне тоже немного, да. А что у тебя написано вот тут? Спорт? Модолос спарт или спорт какой-то, да. Что-то такое. А вот еще, обратите внимание, вот интернашнл. Ага. Партнерс Италии. Надо было не трогать, а то я влага чуть-чуть закрыл. Вот, вот. Да, да, я увидела. Хотя какие-то, я не знаю, мне кажется, ручки вроде современные. С другой стороны. И не у кого спросить, да? Никто о них ничего не знает. Что тут там может делать? Да, вот лобочек. Ржой уже покрытый, конечно, тоже какой-то будет, видать, рисунок. Написано или ботехи, или... Не знаю. Ну, такой... Какой-то рисунок однозначно есть. Угу. Интересный. Да, уже мы его не увидим. Так, гайки, болды под шестигранник. Тоже бросаются в глаза. Да, вот. Траверсы, или как, или гайки, как их лучше назвать, не знаю. Которые зажимают вилку. Все подписано. Все подписано, да. Вот звезды, ботехи. Ну, это, конечно, я вообще встречаю первый раз такое. Прикольно. Тут тоже логотип в ботехе. Написано. Вот номер. Номер, видать, порядочный с самого велосипеда. Так, вот такая вот мини-фара на этом велосипеде. Тут надпись LARUX. LARUX 6 вольт. Она есть такая, да. 24 ватта. Тип 65. Короче, очень интересная штука. Древняя. Может, кто-то знает. Мы не искали, что значит LARUX. Пороемся в интернете, посмотрим. Может, какие-то еще обстоятельства. Факты его есть интересные. Ну, вот отражатель, в принципе, в нормальном состоянии. Встав лампочку, честь Динамо. И едь. Так, вот. Подвинем чуть-чуть. Так, и получается. Вот Динамо. Динамо есть. Ну, уже заржавело, да. Ну, видите, как видим, выпускались. Заводы уже шли с Динамо. Чтоб каждый мог включить в темное время суток свет. И как-то обозначить себя на дороге. Уже даже в те годы. Так, ну вот еще логотип Корниели. Кстати, мы не выяснили. Почему, да? Да, в 26-м году, да, он перестал быть Корниели, стал Батеки. Но почему-то еще логотип и Батеки, и Корниели. Точнее, фамилии этих двух продвинителей здесь. Корниели только раз. А Батеки, все тут подписано. Да, но, видать, у него было больше акций. Ну, да. Так, на вилке. Батеки. Все везде Батеки, все подписано. Хотя, вилка, мне кажется, не всякого велосипеда. Почему-то она здесь синяя. Не вписывается как-то. Да, не вписывается в общую картину. Так, сиденье у нас, я думаю, не кожаное. Надписей никаких нет. Да, нету, конечно, у нас оригинала. Даже вот, найти в интернете, как бы сравнить. Угу. То есть, это подлинник или нет, или что-то не менялось. Но я думаю, нам помогут и люди, которые посмотрят это видео. Пока под подозрением замены, только передняя вилка. Может, более поздние модели. Вот такие. Так, тут уже ничего не крутится. Давно заржавело все, и даже и педали не крутятся. Кстати, вот, обрати внимание, такая вот массивная рама внизу здесь идет. Да. Корнель. И Корнель, да. И Корнель написано тоже. И вот кронштейн, и крепление под насос. Чтобы выдержать двоих людей, вот такая массивная, да. Да, да. Под насос покажи, видишь. Так, педальки тоже. Какие-то логотипы. Тоже какой-то логотип. Похож на молоток или буква Т. Не знаю. Это тоже другой. Ну, смотри, а багажник? Он такого же цвета, как и вилка. Не знаю, может быть, тоже заменили. А, так там можно еще третьего кого-то везти на багажнике. Так, а еще давай пройдемся по спицам. Спицы, наверное, анодированные. Потому что гобот проржавел, но спицы, спицы хорошие еще. Какой-то у нас здесь трос идет, ну, тормозы, скорее всего, да. Интересно, как там устроен был этот механизм. Даже вот, как на мотоциклах, опорный барабан есть. Сними вот здесь, покажи. В общем, к ней очень интересная штука. Вот это отель. Вот это велосипед. Резина, наверное, тоже те годы еще. Вот троса, специальные такие уши приварены, чтобы они не болтались. Все аккуратно шло. Да, продуманный велосипед, конечно. Так, все было тех, кто... Может, Крам, чего говорить? Без микрофона? Так, вот у нас заднее колесо. Интересно было бы его разобрать и посмотреть, каким там образом где осуществляется привод, как оно все едет, какая там каретка стоит или что там вообще за механизм. Но, к сожалению, нам... Не разрешат это сделать. Не разрешат сделать, да. Потому как будем ломать историческую ценность. Хотя, вот смотри, не знаю, может быть... Знаешь, он изначально был синий, да? Вот прослеживается синяя краска вот здесь, на раме, на стойке. Да. Да, мне кажется, он был изначально синий. Скорее всего. А что ж так хорошо сохранились только багажники и вилки? Не знаю, загадка. Может, лучше были покрашены? А вот, смотри, с ними название резины. Да. Фу. Я не сильно в итальянском, конечно, но... А где? Да, так как видишь, так и считаешь. А вот это? В фургонсинт. Или фургонсино. Фургонсино, наверное, да? Фургонсино. Да. Спицы хорошие. Можно было поставить на 49-х. Так, смотри, вот тоже, сними, пожалуйста, логотип. Точно. Тоже логотип. Баттеки, скорее всего. Угу. Но щитки были хромированы. Когда-то. Щитки. Это защита цепи. Пружина, скорее всего. И, скорее всего, 100% были хромированы. И вот звезда тоже. Да, вот такой вот ретро. Так, подойдем к второму. Что-то у меня подозрение, что он еще более ретро. Да, да, прикольнее. Вот. Имени его мы не знаем. Тебе Танчина не напоминает? Напоминает. У нас на нашем канале уже есть обзор. Обзор маленький, да, велосипеда. Военного, немецкого, 43-го, по-моему. Вроде вычислили диаман, да? Не, не диамант, не. Он по-другому развивается. А-а-а. Что-то не помню. Так, там точно такой же руль, точно такой же конструкции. Такой квадратный. Только там он быстро снимается. Там один ретяжок, раз и все. Здесь под ключ. Но все равно уже даже в те годы, кстати, какого года мы не знали, да, в 20-м? Я думаю, наверное, в 50-х. Даже уже тогда придумали формы такого типа, когда даже сейчас встречаются на некоторых велосипедах. Фрикционные. Тут резинки, зажимает обод. Таким образом тормозит. Вот привод осуществляется таким образом. Короче, продумано. Все. Знаешь, я думаю, это не ботеки. Да, ну вообще не похоже. Да, ни логотипа нет. Да, там же все в этих логотипах тут нет. Вот что-то, да? Или это просто краска такая? Да, да, да. Вот это может быть надпись. Но я думаю, это более старая модель. Потому как и спицы не анодированные обычные. Хотя, вот эти вот дюралевые. А лобки спицы дюралевые. Если была возможность какую-то один забрать домой, ты бы какой выбрал? Этот? Я думаю, этот. Этот? Я что-то думаю, этот. Не, я думаю... Неизвестный, интересный. То ты уже знаешь, что это. Да, да. Вот, подойди сюда, обрати внимание. Так тут что-то написано. Да. А что это написано? Это так называемая кабура, которая хранится... Бьяме. Ключи. Так может и велосипед так называется? Есть такой? Не знаю, я буду посмотреть. А может там что-то есть в этой? Может там груши какие-то? Чего я этот оставил? Камни. Да, но велосипед тут, конечно... Ой, велосипед. Ой, ломай, не старайтесь. Так и было. Сердюшка тут, конечно, вообще пострадала конкретно. Забрати внимание, вот... На заднее колесо, тормоз. Тут похоже, как на ключ. Запирается, что ли. Представь, да, противогонная система такая, может, была. Кстати, может, кто-то знает или есть какие-то предположения по этому поводу. Пишите. Я думаю, это как было противогонное устройство. Вот так вот зажимается колесо. Оно, получается, не едет. Зафиксировано жестко. И ключом проворачивается, чтобы оно не отпустило. И таким образом... Противогонная система. И ключ, типа, забирает себе, да? Да, да, да. Ключ себе забирает. А если потеряет, что? Все. Да, головки же такие дюраль. Прикольно. В отличие от того, его себе да вот... И вот, видишь, что-то, что же там написано. Не похоже на BML или как там было написано. То есть, надо взять какую-то на легкую наждачку найти и потереть, почистить. А мы не сотрем окончательно надпись? Нет. Или мочалку вот эту вот, кухонную. Обратная сторона. Есть такое, есть такое. Посмотри, пожалуйста, сюда. Покажи нашим зрителям. Вот заднее колесо, как спроектировано. Оно визуально похоже на переднее. То есть, тут просто вставляется ось по шипнике. Как здесь осуществляется привод? Непонятно, да? Да, непонятно. Может, как на спортивных. Там трещотка такая трясет. И такие ходят за цеп. Ну, не знаю, если ты... Смотри, какой загадочный, да? Да, реально загадочный. На шинах там надписи нет? То, что от них... Так, может, это не итальянский? Или вряд ли, да? Ну, я думаю, кто бы в Италию другой велосипед завозил. Ну, не знаю. Ну, да. Хотя, смотря какой это вот. Может, это военный. Так реально, может быть, разведка. По Теке работал. А, так вот это же первая мировая была. Тогда еще не было велосипеда. Вот так вот. В общем, кого, если будут какие-то себе соображения, не стесняйтесь, пишите. А если, тем более, точно знаете какие-то факты, то... Обязательно. Обязательно дайте знать. Давайте вместе разберемся. Ну, вот на этих гайках, которые зажимают вилку к раме, то здесь нету надписей, как там, Батэ. Да, да. То есть, в этом плане тут интересней. Такая... рисунок на щитке. Такой... Гравировка выдалена. Интересно. Не просто, как у нас на Украине сделано. Раз, потому что сделали. Выштамповали. Не заморачивайся. Осталась ваза. Может, там что? Я думал, найду здесь отражатель какой-то, как-то фотик, или крепление, но ничего не нашел. По идее, он, наверное, был, да? Наверное. Я думаю, нет, потому что нету здесь, нет перестра, ничего. Может, он будет где-то здесь. Такой багажник посильный, да? Сколько сюда ящика можно положить? На один большой точек. Ну что? А вот там вещи есть какие-то интересные? Обратим внимание. Что тоже бросается в глаза, это... Ну, к щитке цепи мы уже привыкли, да, сверху она, обычного велосипеда. Но тут, смотрите, еще и низ защищен. Тоже. Там я не обратил внимания. Там вроде нет. Да. А здесь... То есть, реально продуманный велосипед. Тут он, конечно, уже, ну, сгнил. Но, судя по всему, он идет, доходит сюда и защищает и низ, и верх. Чтобы брюки, штаны не попали в эту звездочку. Да, хороший велосипед. И там он, конечно, хранится, где надо ему. Угу. В каком-то бомбизее. Ну, видишь, в такие руки достался просто. Не в твои. В церкви. Здесь был, не так сохранился. А вот там есть что-то интересное? Посмотрим. Немножко. Здесь на каждом шагу какой-то ретро-ретро-рай для ретро-любителей. Да, в каждом шагу. Ну вот, смотри, машинка. А, да. Непонятно. Но, я думаю, это более современное. Может, где-то 60-70-е годы. Сейчас мы покажем вам машинку Зингер. В другой локации подойдет. Угу. У меня впечатление, что кто-то пошел на пункт с металлоприема и позабирал все, что там было. Мясорубка, да. Вот так, вот перед нами легендарная швейная машинка. Зимняя там написана. А, точно. С этой стороны. В машинках мы не разбираемся, швейных, абсолютно, но... Но кто-то из вас точно разбирается. Кому-то это точно будет интересно. Да, но тут невооруженная лаза. Видно, что это очень древняя машинка. Ну, мы так спросили у хозяина этого всего. Сказал, за 80 лет уже езжал. Да, машинке за 80 лет. Вот, с ними шильдик здесь стоит. А, корпорация. Трейдмарк. 29К2. В общем, какие-то обозначения непонятные. И все это добро... А, вот, смотри, это если зачистить, это классно было видно. Ну. Какая-то вот гардеробка, эмблема. Да, что-то там есть. Исправно. Да, классная штука, конечно, интересно. Какое, древнее-древнее. Я думаю, это еще, наверное... Ну, явно перед Второй мировой сделано. Сто процентов. Если не первый. Вот шкив. Видно, уже даже вот часть, кусочек обломан. Привод. Здесь был этот... Ну, ремень идет, привод. Вот такой шкив. Два. Здесь обломано уже. А вот еще иди на эту сторону. Это вот окошко для смазки. Как понимаю. Там еще вот что-то еще есть. Что-то еще живое. Да, классная штука, конечно. Интересно. Так, темнеет. Пойдем дальше. Наготовила вот две штучки. То под оливкой, машинкой, мотоцикл. Это под хурмой стоит. Так, ну это, судя по всему, радрокомпрессор. Так, что там написано? Червина. Червеня. Да? Червеня, да. Монтания. А, Монтанари. 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 И внизу еще там что-то. Что мы здесь видим? Непосредственно шкиф, который приводится в действие. Ремнем. А уже его мотор, электродверь, скорее всего, приводит в действие. Так, вот. Это ресивер. Вот мы даже смотрим его действие. Он даже работает. Слушайте, спустя не знаю, с кем он работает. Вон, посмотри, поршень ходит. А ну-ка. Не поршень, шток. Смотрим. Вот, крутим колесо. Ходит. Ходит. Да. Это манометр. Это тут шланги. Слушай, подожди, это, наверное, не компрессор, это насос, наверное, водяной. Да? Да, я думаю, да. Иначе зачем здесь крон? Смотрите. Нет, все-таки, наверное, насос. Водяной насос, да? Для подачи воды. Это не компрессор. В любом случае, штука интересная и занятная. Такая, да? Мини-трактор какой-то.